А мы все чаще замечаем, что погоду как будто кто-то подменил. То зима без снега, а весна с метелями, то летом неделями стоит жара, а потом несколько дней подряд идут дожди. Кстати, Тюменский сентябрь уже успел поставить рекорд. Первая неделя осени оказалась самой сухой в этом столетии. За шесть дней на город не упало ни капли дождя. Зато август в областной столице выдался на редкость сырым, и план по осадкам перевыполнил почти в два раза. Самым мокрым стало 23 августа. Всего за сутки на город вылилась треть от месячной нормы. Западные климатологи связывают экстремальные погодные явления на планете с потеплением Арктики. Оно изменило характер движения ветров в верхних слоях атмосферы и спровоцировало многие природные аномалии. Из-за этого чаще стали возникать сильные ливни, грозы и периоды небывалой жары. Но климат меняется, тут ничего не скажешь, ничего не сделаешь. Земля получает одну двухмиллиардную долю энергии, которую излучает Солнце. И всё на Земле связано с жизнью, с основными процессами, которые на Земле происходят. Всё с изменением этой энергии. По одной из версий, сейчас мы находимся на пике потепления. И следующая пятилетка может оказаться рекордно жаркой. А после 2022 года нас ждёт спад температуры. И в конце 21 века будет так же холодно, как в начале 20-го. А мы же все знаем, 905 год, чем он знаменит. Не только революции, но то, что и знаменитыми морозами на Красной Пресне. Сбудутся ли прогнозы, покажет время. А нам остаётся одно – дождаться и посмотреть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин